Ну что, ребята, здравствуйте! Дарья Михайловна в эфире. Теперь настала моя очередь вести занятия. Мы сегодня с вами проведём занятие по математике. Я для этого занятия приготовила вот такие разноцветные прищепки, верёвку вот такую и восковые мелки. От вас мне потребуются три вещи. Первая – это, конечно, хорошее настроение. Занятие хорошее настроение всегда проходит намного лучше. Второе – это сытый желудок. Как вы знаете, мозг работает на сытый желудок намного лучше. И ну и третье – это ваши уши и глаза настроены на работу, включённые, и никакие посторонние звуки вас не тревожат. Поэтому находите удобное место. Давайте вместе будем заниматься. Ну что, наше занятие мы начнём с повторения нашей прошлой темы. Это состав чисел. Я сегодня для вас приготовила прищепки и восковые мелки для того, чтобы с вами вспомнить состав чисел. Сегодня мы с вами вспомним числа 7 и 8. Ну что, начнём мы изучать первое число – это число 7 и его состав. Я нашла карточку с соответствующей цифрой. Её ставлю перед собой, чтобы вам было видно. И буду выкладывать, например, ряд мелков. 7 мелков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мелков я выложила в ряд, и мне нужно показать состав числа 7. Но наверняка вы уже догадались, что первая пара чисел уже видна. Как вы думаете, какая? Правильно, 7 и 0. Я буду откладывать в сторону по одному мелку и буду узнавать новые пары чисел. Попробуем? Смотрите. Беру один мелок, убираю его в сторону. Уже получается две группочки мелков. В первый один мелок, а в другой… Сколько? Давайте я проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 и 6 – это число 7. Добавляю к одному мелку ещё один мелок. И у меня уже получается новая пара чисел. 2 и 5. Отлично, это новая пара. Теперь добавляю к 2 третий мелок. Получается 3, 4. Отлично. Теперь добавляю к 3 четвёртый мелок. И у меня уже получается пара чисел 4, 3. Теперь добавляю, как вы думаете, какой мелок по счёту? Пятый к 4. У меня получается 5 и 2. А, кстати, вы наверняка помните, что мы ещё с помощью наших пальчиков можем показать состав чисел. Давайте покажем, например, ту самую пару, которая у нас сейчас на столе. 5 и 2. В этой части 5 я показываю 5 пальчиков, в этой части у нас 2 мелка, я показываю 2 пальчиков. Вот с помощью пальчиков я тоже могу показать состав числа 7. 5 и 2. А теперь можем поменять местами. Там, где я показывала 5, на этой руке я покажу 2 пальца, а на той руке, где я показывала 2 пальца, 5. И могу поменять. Ну-ка, сможете так? Отлично! Так, ну что, продолжаем с мелками. 5 мелков, добавляю 6-й мелок, и уже в этой группе у меня 6 мелков, а в этой 1 остался. 6 и 1. Ну и последний мелок добавляю в эту часть, и у меня уже те самые 7 мелков. Ну что, 7, но последняя пара чисел. Давайте вспомним все пары чисел состава числа 7. Ну что, мы повторили с вами состав числа 7, теперь мы приступаем к изучению состава числа 8. Ставлю перед собой карточку с цифрой 8, и начинаю выкладывать ряд из 8 мелков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вообще, будет здорово, если ты найдешь у себя дома какие-нибудь тоже разноцветные мелки, или какие-то предметы небольшие, которые можно вот так выложить в ряд и вместе со мной повторять. Здорово? Давайте. 8 мелков, и первая пара чисел у нас это 8 и 0. Отлично. Теперь отбегаем 1 мелок. Ну-ка, уже давайте сами подумайте, какая пара чисел у нас образовалась. 1 и 7. Проверьте на всякий случай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 7, здесь 1. Отлично. Добавляем к одному еще один мелок, и у нас получается новая пара чисел. 2 и 6. Теперь добавляем к 2 еще один мелок, и получается уже 3 мелка в одной группе, а в другой 5. Отлично. Кстати, эту пару чисел мы можем показать с помощью пальчиков, мы уже с вами изучали такой способ, а вот теперь я хочу вам познакомиться с еще одним способом. Для этого мне понадобится карточка. 3 и 5. Как я могу по-другому показать эту пару чисел? Вот я возьму карточку с цифрой 8 и возьму 5 одинаковых прищепок. Например, зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 прищепок и 5 тех же самых восковых мелков. А с другой стороны мне нужно прикрепить 3 прищепки. Ну, например, возьму красного цвета. 3 красные прищепки. Чик и чик. Ага, вот смотрите. У меня получилось 5 зеленых и 3 красных. Это тоже та же самая пара 5 и 3, что мы показали с помощью мелков. Здорово с помощью прищепок? Мне тоже нравится. Если вы найдете дома такие прищепки, тоже попробуйте. Это очень здорово и очень увлекательно. Так, ну давайте приступим к нашим мелкам. 3 прищепки, ой, 3 мелочка. Теперь добавляем к 3 четвертый. У нас получились равные группы мелков. 4 и 4. Это тоже число 8. Теперь добавляем к 4 пятый. Получается 5, 3. Добавляем к 5 шестой. Получается 6, 2. Теперь добавляем к 6. 7, 7 и 1. И 1 мы добавляем. И получается 8. Ну что, мы вот так с помощью простого перекладывания мелков из одной группы в другую показали тоже состав числа 8. Вы можете снова повторить состав числа 8. Ну что, я расположила числа в порядке возрастания от 6 до 10. Мы сегодня находили состав чисел 7 и состав числа 8. Так, а теперь давайте посмотрим и назовем соседи числа 7. Правильно! Числа 6 и 8 живут по соседству с числом 7. Проверили? Правильно! Теперь проверяем числа соседей числа 8. Числа 7 и 9 живут по соседству с числом 8. Так, ну давайте для тренировки еще одно число просмотрим. Число 9. Ну-ка, кто найдет мне числа соседей числа 9? Правильно! Числа 8 и 10 – это соседи числа 9. Ну что, приступаем к новой теме – это длина. Как вы знаете, мы можем измерить длину всего, что угодно вокруг себя с помощью разных измерительных приборов. Например, это будет линейка или сантиметр, или взрослый инструмент рулетка. Помните, мы с вами даже рост измеряли друг друга. Вспомнили? Да, а вот сейчас я хочу с вами измерить вот эти вот отрезки веревки. Я взяла веревку, сделала из нее два отрезка и прикрепила на столе. Ну, наверняка вы догадались, что один из них короче, а другой из них длинный. Как вы считаете, какой из них длинный? Этот или этот? Конечно, этот отрезок длиннее, чем вот этот. Но мне хочется узнать, насколько он длиннее. Как мне узнать? У меня нет по другой линейке, сантиметра, тем более рулетки. А я придумала, я найду какую-то меру, с помощью которой я могу измерить. Например, сегодня будет такая вот прищепка этой меры измерения. Я измерю этой прищепкой каждый из этих отрезков. Ну что, эти два отрезка мы видим перед собой. И я с помощью прищепки решила измерить сначала короткий отрезок, подставляю его рядом с веревкой по длине этого отрезка и вижу, что длина этого отрезка это одна прищепка. Видите? Отлично. Теперь приступаю к измерению второго отрезка. Но для этого надо мне побольше прищепок. Сейчас узнаем, сколько. Я прикладываю в самом начале отрезка первую прищепку. Вижу, что еще мне нужно прищепочку подставить. Теперь еще одну. И мне кажется, здесь еще вместится еще одна прищепка. Оп! Смотрим. Длинный отрезок вместил в себя три прищепки, а короткий всего лишь одну. Как вы считаете, на сколько прищепок длинный отрезок длиннее, чем короткий? Правильно, на две прищепки. На две прищепки этот отрезок длиннее. Что? С помощью меры, в качестве меры мы взяли прищепку, мы измерили два отрезка и получили, что один отрезок длиной в три прищепки, а другой отрезок длиной в одну прищепку. Но вместо прищепки мы можем взять все, что угодно, но главное, чтобы эта мера была одинаковая, потому что у меня были прищепки все одинаковой длины. Но вообще, я вам скажу по секрету, математика у нас везде. Мы можем все, что угодно измерять, и при этом не использовать линейки, сантиметры или рулетки. Например, мы можем измерить длину нашего стола. Как мы можем ее измерить? С помощью чего? Ну, конечно, мы можем измерять с помощью прищепок. Но это долго, и прищепки совсем маленькие. Мы можем измерить с помощью ладошки. Смотрите, наша ладонь, она одинаковая, она ровная. И мы можем двумя ладошками, например, попробовать измерить стол. Сначала одну ладонь прикладываем, потом вторую. Запоминаем, да, где наша ладошка заканчивается. И прикладываем еще одну. Вот так я измерила, например, стол. Можно измерить все, что угодно. Двери, столы, стулья. Попробуйте, это весело и интересно. Ну что, я надеюсь, что вы еще полны сил, и мы можем приступать к последнему нашему маленькому заданию. Это задание вы очень любите. Правда, я вот так вот в эфире с вами такое занятие не проводила. Давайте с вами вспомним правила игры в бабочку. Я расчертила таблицу 4 на 4, почти в центре поместила вот такую милую бабочку. И мы будем с вами следить путь нашей бабочки строго по клеточкам. Так, давайте вспомним правила этой игры. Первое правило, это мы садим глазками. Мы не помогаем себе пальчиками, карандашом или ручкой. Правило номер два. Бабочка может двигаться строго по клеточкам, по одной клеточке. Сегодня будет вверх, вниз, вправо и влево. Бабочка по диагонали не может двигаться. Ну и правило номер три. Очень четко следите путь бабочки. Как только я скажу команду стоп, это значит, что вы должны найти глазками ту клеточку, в которой бабочка остановилась. Приступим? Ну что, начинаем первый путь. Бабочка начинает свое движение. Одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх. Стоп! Куда бабочка попала? В какую клетку? Вот в эту. Бабочка вернулась обратно в свою клеточку. И начинает свой новый путь. Слушаем внимательно. Одна клеточка вверх, одна клеточка влево, одна клеточка вниз, одна клеточка вниз. Стоп! Куда бабочка попала? Вот в эту клеточку. У всех такой ответ? Молодцы! Теперь последний путь. Бабочка снова вернулась в эту клеточку. И мы начинаем новый путь. Одна клеточка влево, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз. Стоп! Куда бабочка попала? Какой она сейчас в клеточке? Вот в этой клеточке сейчас бабочка. У всех такой ответ? Все справились? Отлично! Ну что, мы с вами попробовали вот так вот через экран поиграть в игру бабочка. Вам понравилось? Если вам понравилось, то вы сами можете расчетить такую таблицу. Или попросить маму или папу сделать такую таблицу и поместить бабочку в центр таблицы. Им вам можно поиграть вместе. Например, вы говорите путь, а папа или мама будут следить за бабочкой. Вы говорите стоп, а мама и папа говорят в этой клеточке бабочка. А те потом поменяются местами. Это весело, здорово и главное вам поможет потом, например, в графическом диктанте. Ну что, наше занятие завершается. Я вас благодарю, что вы были со мной. Мы с вами сегодня повторили очень важную и очень интересную тему по математике. Я очень надеюсь, что наши каникулы из-за карантина закончатся очень быстро. И мы с вами с этим все в садике и будем вместе проводить время заниматься математикой, игротекой. Я очень рассчитываю, что вы здоровы, бодры, веселы. Поэтому берегите себя, своих близких, свое здоровье. И до новых встреч!